Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Великая Среда посвящена воспоминанию о Вечере Спасителя в доме Симона Прокоженного, о возлиянии на главу его драгоценного мира женщиной-блудницей и о предательстве Иуды. Этот день исполнен очень многими смыслами. Но, может быть, сейчас следует обратить особое внимание на то, что произошло с Иудой. Именно под впечатлением от жертвенного поступка женщины, потратившей все свое состояние на приобретение драгоценного мира, которое это миро возлило на главу Спасителя. Вот этот поступок был несовместим с внутренним состоянием Иуды, который, как известно, был вор, потому что запускал руку свою в общий ящичек, где хранились деньги всех апостолов. Никто из них в отдельности деньгами не обладал, но на общие нужды использовались деньги из этой общей как бы кассы. Носителем ее был Иуда, и он похищал часть этих средств. И вот можно представить себе, как был он уязвлен не просто в сердце и в разум поступком женщины. Он был просто смертельно ранен, потому что главное дело его жизни стяжание средств, причем в том числе и незаконным образом, как бы разрушалось этим поступком, столкнулись несовместимые личности и несовместимые ценности. Он идет и предает Спасителя за 30 сребреников. Цена куда меньше, чем та, что стоила драгоценная мира. Иуда становится предателем. Он использовал доверие Спасителя учеников, чтобы получить деньги в обмен на свое предательство. У слова доверие и вера есть общий корень. Когда мы верим в Бога или даже в кого-то из людей, в их порядочность, в их честность, то в этом состоянии человека, обусловленного верой, присутствует разумное начало и сердечное начало. Вера, конечно, всегда начинается с рассуждения. Иначе и быть не может. Человек не может просто поверить без всяких оснований. Основание ему дает разум. Это справедливо в отношении религиозной веры, веры в Бога, но это и справедливо тогда, когда мы начинаем верить людям. Этой вере предшествует некий анализ. А затем вера охватывает наше существо. Мы не просто рационально верим человеку, мы как бы сердцем располагаемся к нему. А вот следующий как бы этап отношений с человеком, к которому мы поверили, является доверие. Доверие – это не просто состояние ума и чувств. Это уже конкретные действия, основанные на этом состоянии ума и чувств. Когда мы доверяем человеку, то мы ему можем сказать нечто, что не скажем другим. когда мы доверяем человеку, мы можем взаимодействовать с ним, совершать конкретные дела, которых мы остереглись бы совершать с людьми незнакомыми. Когда у нас есть доверие к человеку, мы можем открыть ему свои тайны, свои мысли, свои чувства, мы можем открыть ему и некие ценности, которые у нас хранятся. Доверие открывает нас полностью к другому человеку. А предательство – это и есть использование доверия. Враг не может предать, потому что он враг. Ему никто не доверяет ни мыслей своих, ни ценностей, ни планов житейских. Поэтому предают всегда близкие. Единомышленники, родственники, друзья, знакомые, те, которым мы доверяем. Вот Иуда был человеком близким ко Спасителю, по-человечески. Он ведь был в кругу самых избранных, в кругу двенадцати. Он знал все. Он знал куда больше, чем даже те, кто следил за Спасителем, подсылаемые первосвященниками и книжниками, соглядатые, которые стремились уловить Спасителя на словах, а затем передать их власть имущим в доказательство того, что подозрения в отношении Спасителя справедливы. Он знал все. Мысли Спасителя, которые выражал Господь. Он знал то, что Спаситель делал и будет делать. Собственно, на этом и была построена вся стратегия предательства. Указать первосвященникам, где лучше всего произвести арест. Ведь нельзя это было сделать у храма в присутствии людей, которые еще помнили о воскрешении Лазаря. Это надо было сделать тайно, без лишних свидетелей, а затем через допросы обвинить Спасителя и оклеветать его. Собственно, все так и произошло. И в основе всех последующих бед и страданий Спасителя было предательство Иуда. Грех страшный, потому что эксплуатируется согрешающим самые добрые к нему чувства и отношения. В предательстве торжествует зло, торжествует ложь, торжествует лицемерие, торжествует гордыня, торжествует коварство. Все эти страшные пороки концентрируются в действиях предателя. И мы знаем, что предатель есть всегда отрицательный герой, всегда отрицательная личность. Причем не только среди тех, кто на стороне преданного или преданных, но также и на стороне тех, кому предают. Предатели никогда не уважают, они редко и устраняют, как ненужных очевидцев. Вот почему самоубийство Иуды всем было на руку. Концы в воду. Не было никакого предательства, не было никакого Иуды. Ушел человек из жизни. И никаких проблем лишних ни для первосвященников, ни для книжников, ни для Синедриона. Они могли смело обвинять спасителя. И как бы никто и не знал о том, что невинный был предан ближайшим учеником. Вот эта страшная история помогает нам понять, как греховно предательство, как страшно предательство. когда мы предаем Господа, в которого верили, который отвечал нам на наши молитвы, когда мы предаем Его из-за каких-то своих жизненных обстоятельств, из-за того, что в какой-то момент нам показалось, что Бог нам не помогает, а если так-то Его и нет, а если Его и нет, а я еще и в скорби, то может быть можно и плохие слова сказать о Боге и предать Его пред людьми, сославшись на свой опыт. Люди старшего поколения помнят, как в то советское время находились среди священнослужителей, предатели, которые публично снимали сан, а потом как бы отталкиваясь от своих знаний, своего опыта, убеждали людей в том, что Бога-то и нет, что все это сказки, что все это сознательный обман. Ни один из этих предателей хорошо не кончил. И по-настоящему никогда сторона, использовавшая это предательство, не испытывала к этим людям никакого уважения. Мы знаем, что и во время войны были предатели и никто их не уважал. Их ненавидели тех, кого они предали и презирали тех, кому они предали. Предатель всегда проигрывает в этой жизни и неминуемо наказывается адом в той жизни. и не случайно история страданий спасителя была связана с предательством. Потому что и наши человеческие истории, истории скорбей очень многих связаны с предательством. Предательство супругов, предательство детей, предательство друзей, коллег. Наверное, большинство людей на опыте своем почувствовали, что такое предательство. А потому мы, люди веры, вразумляемые этими божественными словесами, должны ясно понять и не просто понять, а в своей жизни осуществить. Божественный призыв не предавать ближнего. Этот призыв не был вербально сформулирован, но вся история предательства Иуды содержит в себе этот призыв. И да поможет нам Господь, всегда оставаться верным Ему, Его Церкви, верным супругом и верной женой, верными детьми, верными друзьями, чтобы верность была нашей добродетелью и чтобы никогда дьявол не соблазнил нас на грех предательства. Аминь.